Добрый день, сегодня в нашей студии Георгий Зубко, вице-президент Федерации хоккея Украины, глава Организационного комитета по проведению Чемпионата мира по хоккею в Киеве, который стартует 22 апреля в нашей столице. Добрый день, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Вы на финишной прямой сейчас. Такой общий вопрос, что было самым сложным в организации чемпионата, на какой вы стадии сейчас, чем занимаетесь? До старта у нас осталось вообще считанные дни. Да, неделька до открытия фан-городка. Спасибо большое за приглашение. Мы действительно находимся в приподнятом настроении. Немного тревоги в любом случае есть. Работа сделана, финал. 20 числа открываем фан-городок, 22-го первый матч национальной сборной, официальное открытие. 9 месяцев мы в этом пути. Этот путь оказался намного сложнее, чем мне казалось на старте, потому что это непросто, честно вам скажу. Организация подобных историй, несмотря на то, что у нас хорошая команда, и мы слаженно и дружно идем, это много времени занимает, честно вам скажу. Как вы вообще подписались на такую авантюру, можно сказать? Да, я не имею опыт, большой опыт проведения таких больших спортивных мероприятий. Но была другая задача. То есть изначально, когда мы получили право проведения, что само по себе сенсация. То есть чемпионат мира в дивизионе 1А, это, зрителям, наверное, для понимания, это второй по значимости в мире хоккейный ивент. Две команды выходят в топ-дивизион, где играет Канада, Чехия, Швеция, Финляндия. Мы рассчитываем, что наши спортсмены вернутся в элиту мирового хоккея. Страна-конкурент – это Австрия. И на конгрессе в Москве, где Украина получила право проведения, мы обошли сборную Австрии в тайном голосовании 13-12. Один балл разницы. Ну, абсолютная сенсация. Это действительно тайное, открытое, честное голосование, что говорит об одном, что нам все еще верят и доверяют проводить эти мероприятия. Поэтому вот это был наш первый шаг. Мы очень радовались и хлопали. И так мы были очень настроены. И поставили себе за цель провести не просто спортивное мероприятие, а большой спортивно-развлекательный ивент. И тогда мы начали задействовать не совсем профильных спортивных людей. По маркетингу, по организации концертных программ. Много-много разных опций, которые мы собирали для того, чтобы это действительно стало праздником для всей семьи. Мы провели большую социологию, мы анализировали социальные группы с целью привлечь всех пенсионеров со внуками, молодежь, молодые семьи, зрелые семьи, фаны, отдельная программа по фанам. И вот всех их объединить в таком большом празднике. Ну, а проблематика, она была на всех этапах. Она прекрасна, начиная с того, что друзья мои на вторую неделю после того, как мы получили право проведения, потом Джамала выигрывает Евровидение. И звонят друзья и говорят, Георгий, советую тебе отказаться от этой идеи. Потому что хоккей не будет. Вот так вот честно, по-дружески абсолютно. То есть ты берешь на себя ответственность, берешь на себя публичную ответственность за этот процесс. И чемпионата не случится, поэтому лучше отступить. Вот говорили те, кто искренне за меня переживают. Но это просто в сердце. Это не моя работа. Это то, что я люблю люди, которые со мной, мы вместе. И поэтому мы точно способны по очень многим позициям договориться. Но здесь мы были поставлены в тупик. Несколько недель абсолютного плохого настроения. Потому что нам вообще было не очень понятно, а что значит не будет хоккея. Потому что, наверное, это последняя возможность. То есть, я говорю, если мы его не проводим, то больше никогда не будет хоккея в Украине. Потому что ты не можешь отказаться от проведения. Ты можешь потерять право проведения. Потерять право. Тогда Международная Федерация говорит все. И тогда это абсолютный конфликт с министерством и мой личный с министром. Хотя он таковым не является. Он является сугубо профессиональным. Когда министерство спорта молчит и говорит о том, что... И просто ничего не говорит. Не отстаивает право. Я говорю, ну здесь же все просто. Есть дворец спорта. Есть спортивное событие, которое внесено в международный календарь спортивных игр. Есть министр спорта. И мы очень любим культуру. Мы вообще считаем, что спорт и культура чуть ли не единственные абсолютно объединяющие общество процессы. Но это не может быть в ущерб. Как вы разошлись с Евровидением? Это произошло естественным путем. Я надеюсь, что мы... Ну, что-то не оставило осадок ни у кого. У нас так точно. Но Евровидение теперь будет проходить в МВЦ. Я считаю, что и Евровидение, и много спорта, и все это должно, и здорово, что Кинг способен по инфраструктурным возможностям все это принимать. Но, тем не менее, мы на старте потеряли три месяца. Три месяца подготовки. И мы догоняли, поэтому презентация чемпионата мира состоялась не в сентябре, а в ноябре. Вот была сдвинута маркетинговая кампания, то есть много процессов были подвинуты. Где-то к февралю мы вышли в тот график, который нами запланирован. И на сегодняшний день мы готовы... Ну, когда мне говорили вначале, что спонсоров не будет, это невозможно. Ну, общий запрос на хоккей очень невысок, как и на спорт в целом. Посмотри на матчи Динамо. Ходят по три-по четыре тысячи. Динамо-Киев. Ты говоришь, хоккей, который забыт. На сегодняшний день мы продадим все билеты. Еще не продали? Нет, еще раз. То есть билеты еще есть в продаже? Ну, на самом деле, на Украину, на матчи национальной сборной Украины билетов нет уже полтора месяца. И мы пошли очень простым путем. Мы же скоро получаем безвиз, и мы хотим в Европу. Поэтому я говорю, давайте поступим очень просто и открыто. Мы не ставили никаких резервов, никаких билетов для блатных, уважаемых людей, самых важных, самых друзей. Мы дали все билеты в открытую продажу. И поставили на них 50 гривен стартовую стоимость. Для того, чтобы цена не стала барьером для посещения спорта. И билеты начали продаваться. Тысяча за тысячей, 10 тысяч, 15 тысяч. А сколько уже выручено от продажи билетов? Подводили вы итоги какие-то промежуточные? То есть, а сама окупился ли вот этот сегмент? Благодаря... То есть, я помню, что точно мы зашли там за миллион гривен. Вот такая цифра, я ее помню, точно не скажу. Но мы для себя не ставили цель за счет билетов наполнить существенным бюджетом. Потому что и мы по этому поводу благодарили наших спонсоров, потому что финансовые наши рекламные партнеры стали тем донором, который позволяет нам это организовать. О финансировании у вас обязательно еще спрошу. Самый дешевый билет 50 гривен, как я поняла. А вот для интереса самый дорогой? Одна тысяча. Одна тысяча их ограниченное количество, центральные места, так мы их называем. И вот они продаются, что удивительно, что на старте мы не ожидали, вот сегодня кто-то говорит, дешево поставить. Надо было не так. Ну, это радостно, что мы ошиблись в этом. Потому что, когда в начале мы... Мы в последнее время часто это обсуждаем, потому что в начале, когда мне говорили, что Украина будет занята наполовину, а матчи не Украины, там, где не принимают участие, просто ты должен понять, что они будут пусты. Трибуны так происходят в мире, так происходят, а по опыту переопыту. Все вот так будет. За полтора месяца до чемпионата Украины нет вообще, мы каждый день продаем по 500 билетов не Украины. Покупают из полной посадки, там, 75 порядка тысяч, уже, там, ну, если я не ошибаюсь, там, данные на вчера, то ли 67 тысяч, там, то ли 68 уже продано. И мы... А нам же всегда хочется ставить себе какие-нибудь завышенные цели, поэтому мы хотим самую большую посещаемость в мире на чемпионатах нашего уровня. Рекорд последний был в Кракове, это 66 тысяч. Вот я думаю, что мы... Ну, то есть билеты мы точно реализуем, продадим, потому что хочется, чтобы они дошли. И поэтому мы потом еще попросим болельщиков, чтобы они нам помогли получить некие такие бенефиты международные, потому что это важно. А болельщиков из какой страны вы ожидаете больше всех? Больше всего едет венгров, у них на самом деле потрясающая фан-группа, они, мы им отдали один сектор 800 билетов, они сказали мало, попросили еще 250 билетов, то есть больше тысячи, а совокупно, по-моему, порядка 7 тысяч билетов выкуплено венграми. А вот теперь насколько киевляне заинтересованы в чемпионате мира, проведение его... реклама очень мощная в городе, но честно, вот когда говоришь словосочетание украинских хоккей, очень много скептических таких. Знаете, у нас нет хоккея, еще не на том уровне развития. По-вашему, как сделать так, чтобы повторить успех евро футбольного? Можем ли мы на такое рассчитывать? Вы знаете, за последнее время, наверное, вырабатывается такой добрый барьер. За последние несколько лет много проектов, которые... ну, такие стартапы. Проекты, которые в моей жизни, которые на старте вызывают очень большую скептику. Все говорят, этого такого не было и такого, в принципе, наверное, не будет. И мы так открывали школу политическую КАПС вместе с Хатей де Канаидзе. Есть такой у меня проект образовательный. Есть. Ну, и много-много там. Когда мы начали заниматься 6 лет назад ребятами-спортсменами, взяли хоккей, все это... и правда, вы правду говорите. Это не вызывает ни восторга, это вызывает уныние, и это объективно. Потому что мы к нашему большому стыду, просто нам очень легко и мне говорить открыто, и так вот оно так есть. Вот к нашему всеобщему стыду, и моему в том числе, мы не имеем в городе Киеве ни одной достойной площадки для проведения ни спорта, ни культуры. Вот такие наши реалии. Что говорить про хоккей, если он не стал, как мне сказали, спортом олигархов, как, например, футбол. И государственные процессы просто не заточены на развитие какого-либо спорта. И нельзя сравнивать, как это делает сегодня министерство, когда идет счет медалям олимпийским. Ну просто нельзя сравнивать по финансирую, при всей любви. Но мы спортсмены, мы не разделяем. Мы считаем, что спорт един, и я играю во все виды спорта, и уважаю все виды спорта. Но не может быть одинаковое финансирование, метание молота и хоккея, потому что базово это абсолютно разная история. Ну то есть мы на хоккей соберем 70 тысяч зрителей только во дворце спорта, и еще столько же возле дворца спорта. И это по популяризации несопоставимые вещи. И мы получаем вот такое финансирование. То есть годовое финансирование хоккея составляет, наверное, 5 миллионов гривен. Со стороны государства. И у нас есть модели, и мы их показываем. Я там год как занимаю должность в федерации хоккея, и есть очень много наработок по этому поводу. Но, к сожалению, процессы подобного уровня, они невозможны без государства. Вот мы, я часто бываю в Минске, мы ездим и играем по хоккею. И здесь мы не будем говорить про политику, да, и то как там, про политические процессы в Белоруссии. Но отношение к спорту, это одна из моделей. Государство берет на себя стопроцентное обеспечение, где строятся сумасшедшие олимпийские деревни. Это не только про хоккеев, которые играет президент. Это ты едешь по Минску, и там дом гребли, велотреки. Ну, в общем, вот очень много всего происходит, где навряд ли Белоруссия богаче Украины. Просто вопрос в позиции, вопрос в понимании, что это здоровье, что это история про завтрашний день. Пока мы этого не поймем, то есть все это является какими-то точечными меценатскими. Там меценаты помогают, альтруисты, не знаю, там кто-то как-то. Похожая ситуация с культурой, вот и спортом, почему это две отрасли наименее вызывают внимание со стороны государственных органов. Сложно пощупать быстрый фидбэк. То есть, да я должна 10 лет воспитывать спортсмена. Десять лет. А я два года как министр любой должности, тоже много. А тут надо 10 лет. И поэтому не очень понятно вообще, что ты сеешь, и когда оно взойдет. Но очень короткая память и очень примитивные рефлексы. Какой общий бюджет чемпионата? И вот интересно, сколько из этого министерства, киевская власть как-то участвовала в этом? И кто все остальные люди, которые премистрировали чемпионат? Две недели назад мы вошли в финальную стадию подготовки. Две недели назад я не пообещал, я сказал, что, наверное, сейчас не время ссориться. Нам нужно всем взяться за руки, потому что это финальная дистанция. Но как только закончится чемпионат, я обещаю, я выйду и всем публично расскажу подробно, кто как участвовал в этом процессе. И поэтому точно хочется говорить про хорошее больше. Кто помогал, кто саботажник, кто такой, кто другой. Мы точно это видим, потому что с первого дня я могу говорить про каждую, даже самую маленькую деталь. Как мы выбирали символы чемпионата, как мы собирали оргкомитеты, сколько людей туда входило, как мы работали с послами, с Международной Федерацией, с гостиницей, какие были мониторинги, что такое открытый бюджет и как мы его презентуем и покажем. Все эти цифры. Вот так мы готовили этот чемпионат. Мы наняли очень много людей, которые не являются профильно спортивными. Поэтому иногда были казусы. Когда, например, мы делали логотип и поставили гандбольные ворота. То есть ребята, которые рисуют, они хорошо рисуют, но они не знают, чем гандбольные ворота отличаются от футбольных. Рисуют девчонки. Поэтому вовремя поменяли, потому что, конечно, хоккей тоже... То есть представители, профессиональные функционеры хоккейные тоже у нас есть. Бюджет нами был запланирован, порядка 25 миллионов гривен. Он поделился на две части, условно-пропорциональных. Первая часть – это спортивно-организационные. Это команды, трансферы, гостиницы, питание, судьи, официальные делегации. Все плачет Украине, да? Все плачет Украине, да. И вторая часть – это маркетинг, реклама, пресс-служба и орг. Расходы общие наши. Из этого мы получили порядка 6 миллионов гривен от государства. Ну, что мы понимаем, да, там какая-то там часть. И все. Все остальные деньги – это наши партнеры и спонсоры. Вот таким образом выглядит наше бюджетирование. Последний вопрос, который нас очень сильно возмутил, когда стоимость дворца спорта возросла вдвое. И получается, что мы получили 6 миллионов от государства, три из которых мы заплатим государственному дворцу спорта. Почему министерство спорта не может вам предоставить дворец спорта бесплатно? Я думаю, что это хороший вопрос к министерству спорта. Потому что больше с министерством спорта лично я коммуницировать не буду. Они непрофессиональные, некомпетентные, саботажники и негодяи. Целый бич нашего спортивного мира. И это связано не с хоккеем, это связано со всем. Это не моя позиция. На сегодняшний день мы получили письма от десятки, сотни детских хоккейных школ. Мы подготовили обращение президенту, премьер-министру, Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру. Мы считаем, что руководство дворца спорта ведет откровенно саботажную позицию в отношении спорта. Абсолютно публично. Говорю об этом министру, кто не верит, приведу несколько фактов. 45 миллионов гривен, которые на открытии презентации чемпионата мира по хоккею Вячеслав Кириленко, как профильный вице-премьер, публично пообещал. И эти средства на самом деле были выделены. Они запланированы бюджетом. На ремонт дворца спорта. На сегодняшний день реконструкция ремонта дворца спорта не состоится. Это ложь, о которой говорит министр. На сегодняшний день те ремонтные работы, которые происходят, они происходят силами дворца спорта и бюджетом дворца спорта. Это легкая косметика, абсолютно мизерная, чтобы нам совсем не было стыдно. Просто люди живут в такой парадигме, где они вообще, наверное, не понимают, что такое стыдно. Вот к нам едут представители других стран, некая спортивная мировая элита. И мне вот стыдно, что мы так их принимаем. Поэтому на сегодняшний день мы опять выделяем какие-то средства, мы начинаем декорировать дворец спорта, чем-то обтягивать, что-то как-то закрашивать там. Ну, в общем, все это плохо и нам не нравится. То есть реконструкции не будет. Вот мое субъективное мнение связано это с тем, они не успели провести процедуры. Представляете, вот как это? Не успели освоить деньги. Ну, сюр. Просто сюр. Да, мы не считаем, что это случайно. Моя позиция в этом заключается в том, что на сегодняшний день, перед чемпионатом мира, им не хочется делать эту реконструкцию по той причине, что мы будем смотреть и контролировать каждый элемент реконструкции. И будет приходить какой-то зубко, и точно я знаю, что сколько стоит. Потому что имел опыт большой строительной работы и занимаюсь этим. Поэтому надо делать реконструкцию в июле, когда в принципе и у меня в том числе доступа туда не будет. И там можно строить, в этот дворец спорта закопано какое-то безумное количество денег. И дальше туда льют, как в колодец. Никому это не нужно. И никому это не нужно. И вот такая сегодня наша грустная реальность. И мы бы, наверное, не стали об этом говорить до чемпионата мира. Но это за гранью истории. И после этого выдает приказ министерства о приоритетных видах спорта, где хоккей не попадает в 11 первых видов спорта. Впереди нас бейсбол, впереди хоккея, впереди хоккея софтбол. Я думаю, мало людей вообще в принципе могут объяснить. При всей любви к спорту. Впереди нас хоккей на траве. И я думаю, что надо быть либо очень неумным, либо... Ну как такое может быть? Просто первые 11 видов спорта – это приказ министерства о приоритетных видах спорта. А мы говорим дальше про развитие. И вот первые три категории хоккей туда не попал. Прямой ответ журналисту первого замминистра Игоря Готсула звучал так. Ну вы научитесь работать, но когда доработаете, тогда мы вас внесем в приоритет. Мы считаем, что это оскорбление. Они на вас обиделись? Я думаю, да, конечно. Нет, ну это наверняка. А кому не нравится? Нет, конечно. Мы приходим, начинаем. Мы приходим, начинаем говорить открыто и называть процессы своими именами. И это очень комфортная и легкая позиция. Да, не нравится. Вчера министр после моей публикации на «Украинской правде» провел вот это показательное выступление. Как классно идет подготовка Дворца спорта. Это ложь. Абсолютно. Это показательная, совковая абсолютно система. Собираешь директор Дворца спорта, каких-то людей, свита, идешь, смотришь на где-то три фотографии, ты раздевалок. Это абсолютно... Ну у меня это кроме улыбки и расстройства вот такого общечеловеческого ничего не вызывает, потому что мы точно там провели десятки встреч, куча рабочих групп. Мы точно знаем каждую деталь Дворца спорта. И вместе с Дворцом спорта, и на самом деле руководство Дворца спорта могу поблагодарить, что они действительно... Мы были очень требовательны, и в какой-то момент мы там переходили, иногда кричали друг на друга, но они старались. Очень как бы честно, очень как бы открыто. На сегодняшний день это показуха, поэтому для того, чтобы никто не думал, что у Зубко есть какие-то предвзятые отношения к Жданову, приглашаю всех журналистов прийти и посмотреть, а как идет реконструкция Дворца спорта, для того, чтобы министр нам в Фейсбуке не показывал, какой он молодец, еще тыжня там проводить на Рады. В колонке, в вашей последней, вы также упомянули Олимпийский, что дешевле было бы даже на Олимпийском прости. Но, как я понимаю, там не просто условий для хоккей, правильно? Бесспорно, да. То есть Олимпийский потрясающий объект инфраструктуры, действительно, я считаю, что город из Киева и Украины. То есть, может дешевле было построить там покрытие? Нет, в этом очень важный вопрос. На этапе, когда мы начали с вами с того, что Евровидение и хоккей в какой-то момент там вошли в... Ну, конфликтом это не назовешь. Да, конфликтом нельзя это назвать. Ну, вот тут нет площадки, вот одна площадка на два мероприятия. И мы рассматривали все варианты, вплоть до строительства временных конструкций. Все это невозможно. То есть, почему мы, ну, то есть, перебирая и понимая, да, что вот да, Евровидение, это очень важно, это там сумасшедший охват, там, миллионы людей. И мы искали пути решения. И, к сожалению, когда мы вышли на финальный этап, мы говорим, нельзя перенести ни место, ни время. То есть, вот все, что угодно, место и время перенести нельзя. Это может быть только Киев, и это может быть только в эти даты. Для того, чтобы это построить, и мы тоже об этом говорили и обращались, нужно, ну, заоблачная сумма, которая, как правило, ну, ну, то есть, мы ее потом... Ну, то есть, это построить и разобрать. Наверное, это дорого и нецелесообразно в рамках сегодняшней, там, общей, там, экономической ситуации в стране. Это не здраво. Вопрос безопасности. Вот в связи с событиями последними, даже вот в Дортмунте немецком, да, на футбольном матче. Как будет этот вопрос решаться? Ведете ли вы коммуникацию с правоохранительными нашими органами? Будет ли обеспечена безопасность во время проведения чемпионата в Киеве? И как? Вопрос безопасности номер один. Начиная от принятия решения о том, что чемпионат состоится в Киеве, страна Австрия осталась изначально страной стендбай, так называемой. То есть, страна, да? Да. Страна, которая страхует в любой момент. Первые полгода они смотрели, и когда был полугодовой конгресс, когда финализировались участники и там регламенты, календари, и в том числе этот вопрос опять поднимался, вот, о том, способна ли Украина обеспечить безопасность на чемпионате мира. В этот момент пожар телеканала Интер. Вся международная пресса пишет, что государство не способно обеспечить безопасность средствам массовой информации. Вот именно в этот период времени мы, а мы проводим там переговоры и утверждаемся, да, вот так это все, так это все было. Тогда мы заговорили о том, что единственный форс-мажор, который возможен, ну, он такой общенациональный. То есть, если, если война идет дальше тех границ, которые есть сегодня, если там терроризм или преступность захлестнет, вот тогда, наверное, чемпионат становится под угрозой. Других, как бы, опасений нет. На сегодняшний день национальная полиция, все службы безопасности, наши внутренние, охранные компании, все включены. На сегодняшний день мы рассчитываем, что все должно было быть как бы хорошо. Об этом хочется говорить меньше, чтобы оно так вот просто, знаете, когда в этом вопросе, когда ничего не происходит, значит все хорошо. Знаем просто, как работает наш правоохранительный орган. Да, бесспорно, очень много, но мы вплоть до того, что мы понимаем, сколько будет людей, как они будут размещены, как проверяют дворец спорта перед началом, как проверяют фан-городок, где будут выставлены экипажи. То есть это те процессы, которые мы сегодня, это не наши функции, мы не можем это сделать сами, но мы очень тесно и близко этот вопрос, ну как бы координируем правоохранительные органы, чтобы потом на них, ну чтобы потом не сказать, ну вот у нас такие правоохранительные органы, вот мы так не делаем, то есть мы вынуждены вмешаться во все процессы, потому что нам хочется, чтобы просто было, чтобы было хорошо, а не сказать, кто виноват, почему получилось плохо. А по вашим ощущениям, война влияет на решение ехать, не ехать? Да, это очень двухзначная история, потому что, с одной стороны, не ехать, потому что опасно, а с другой стороны, наши спортивные европейские партнеры понимают важность этого, в том числе для нас, и поэтому это было одним из таких пунктов решения, когда нам нужна поддержка, нам нужны эти события спортивные, для того, чтобы не погружаться во тьму военную. То есть нам нужно, и мы об этом говорили, что Украина это прекрасная страна, с прекрасными людьми, и нам необходимы такие мероприятия. И мы уговаривали, и не один день, и самых разных партнеров, и я думаю, что решение проголосовать, ведь оно же не объективно с точки зрения инфраструктуры, безопасности с Австрией. То есть Украину и Австрию, к сожалению, опять же, нашему стыду мы сопоставить не можем. Но тем не менее, страны-участники, которые голосовали, приняли решение поддержать Украину. Вот я думаю, что это правда. Скажите, кто-нибудь из первых лиц государства, из киевских властей приглашены? Вот будет ли... Да, мы со своей стороны, конечно же, пригласили все высшее руководство государства и города. Будут ли или нет люди занимаются важными государственными делами, вот мы точно не можем... Это гарантировать, точных подтверждений там от кого-то мы получили, от кого-то нет. Но действительно будет весело, будут концерты, будут звезды эстрады, будет фестиваль еды, будут игроленды, бросковые зоны, очень много будет развлечений для детей. И будет много, я уверен, чиновников и всех, кто любит хоккей или нет, но приятно. Хоккейный городок, вот немножко подкройте занавес, что это будет там, то есть возле дворца спорта будет экран, наверное, какой-то, да, который... Да, будет большая сцена, вот, с которой все начнется 20-го числа. Мы открываем фангородок за два дня до официального открытия. Это артисты, это цирк, это много развлечений. Это первая часть, такая концертно-возвлекательная. На ней будет большой монитор, который будет транслировать все матчи национальной команды. И первая часть, потом это будет фуд, зона еды. Это будут несколько детских зон, это будет граффити зона, это будет селфи зона, это будет игроленд, так называемый. Вы ожидаете тоже около 70 тысяч запланированности? Наша зона, фан-зона рассчитана на 5-7 тысяч человек. Я думаю, что мы получим это количество людей, потому что это прекрасное время, я имею в виду года. Это очень классная локация, это центр города, это большой трафик сам по себе. Мы открываемся 20-го, 21-го на НСК Олимпийской играет Динамо Шахтер. Я думаю, что будет очень высокая явка людей. То есть все это, если нас не подведет там погода условно, да, нас ничего не подведет. Все будет уже на финише, я думаю, что все будет хорошо. Это действительно нет билетов на Украину, это правда. Запросов приходит очень много. Сейчас пошла волна, когда артисты, звезды шоу-бизнеса поддерживают на хоккей, признают прийти на хоккей, мне периодически пишут в фейсбуке, говорят, вы издеваетесь, полтора месяца нет билетов, вы поддерживаете, приди, поддержи национальную сборную. Куда идти, да, дайте билетов. Нет билетов, ну, то есть когда рекламная компания, к сожалению, бежала быстрее, чем возможности дворца спорта с точки зрения объема билетов, да, потому что Польша, прошлый год, ну, это 15 тысяч арена просто, ну, 15, а у нас там 5 с небольшим. Поэтому мы говорим о том, что приходите в фан-городок, это будет дух спортивного большого мероприятия, это классная энергетика, это друзья, это весело, задорно, по-доброму. Которое точно не останется незамеченным. Бежать, да, потому что это будет, правда, круто, и всем, всех зову фан-городок, где мы будем сами и всех зовем друзей. Как оцениваете наши шансы, нашей сборной в этом году? Вопрос сложный. Я романтика и оптимист всегда. Я видел и знаю многих ребят из национальной команды сегодня. Они крепки, они точно хотят победить. Мы будем помогать им дома, им будет непросто. Но я верю, что мы побеждаем. И я верю, и есть тому объективный, ряд объективных обстоятельств. Мы проиграли полякам последний раз на турнире в одну шайбу, мы должны были побеждать. Мы обыгрывали Корею. Мы выигрывали на подготовительном турнире у Италии, который входит в топ-дивизион. Казахстаном нам всегда психологически сложнее, потому что Казахстан – это всегда топ, это команда в континентальной лиге, и это вот такой с опаской относятся к нам эти спортсмены. Турниры подобного уровня, они очень специфические. Все решается очень часто. В какие-то моменты, доли секунды, нет права на ошибку. И дома это важно. Дома, ты дома. Сегодня наши спортсмены украшают там наружную рекламу в столице. Мы хотим, чтобы их знали. Это очень важно. И я верю, что шансы наши объективно, мы не рассматриваем вариант проиграть турнир и спуститься на ступеньку ниже, мы рассматриваем вариант выхода в топ-дивизион. Даже выхода, вернуться. Может, там должны быть, может, там были. А как ребята готовятся? Вот есть у них условия для тренировок? Я знаю, начался тренировочный сбор у нашей сборной. То есть как проходит их сейчас подготовка, вы знаете? Да, я знаю об этом в общих чертах, потому что я не являюсь менеджером национальной команды. Я занимаюсь юниорами. Тем, кому 18 лет, там точно все знаю, где они, как собирали, где они сегодня улетели в Словению. И оттуда тоже ждем. Ждем побед. Национальная сборная, мне точно известно, что она обеспечена на 100% всем необходимым. Они начали сбор. По моим данным, тренерский штаб пригласил всех тех, кого хотел. И все получили потребность, с чем нескольких игроков, которые в последние матчи национального первенства получили травмы. Но по предварительным данным, они смогут участвовать и усилят нашу команду. Наверное, к сожалению, это тот минимум, который я знаю про подготовку. Знаю еще как спортсмен, мы спортсмены люди суверные, поэтому вот эта подготовка к чемпионату к самому, она должна немножко оставаться в тени. Да, потому что там происходит... Потому что спорт – это игра с собой, это психология. Во все виды спорта играют головой. Поэтому она должна быть чиста, она не должна быть загружена ничем лишним. И у нас молодая достаточно национальная сборная, и им нужно хорошенечко подготовиться психологически. То есть я думаю, что основной вопрос, то, что они крепкие, выносливые и подготовлены – это правда. То есть очень важно, чтобы они справились с психологическим барьером. Все-таки дома и стены помогают. Дома и стены помогают. И в заключении можно вот от вас услышать ваш личный рейтинг самых сильных хоккеистов Украины, по-вашему, которые в нашей сборной или же они не вошли в состав основной. Топ-3, топ-5. Вы знаете, нельзя не отметить вратаря национальной сборной – Эдуард Захарченко. Он эпатажен, с одной стороны. С другой стороны, он действительно очень талантливый парень. Он очень талантливый парень. Он игрок высокого мирового, на мой взгляд, класса. Есть легионеры, такие молодые ребята, как Виталий Лялька, например, который имеет опыт игры уже в России, там, в высшей лиге, начинал с молодежки. Он воспитанник украинской и российской школы хоккея. На сегодняшний день он в составе. Есть более старшие ребята, там Александр Победоносов-защитник. Он относится уже к поколению чуть старше ребят. Капитанскую повязку, так ее назовем, тоже молодой парень, там, Витя Захаров. У нас хорошая дружная команда, несмотря на то, что все эти спортсмены бились буквально неделю назад между собой в рамках чемпионата. Сегодня одели футболки национальной команды, на груди герб, и разногласий не существует. Они готовятся едино. И мне, правда, очень хочется, чтобы и эти фамилии, и много других достойных ребят, чтобы они стали более известны, чтобы они стали более успешны. И надо... Я очень рад, что вот такой проект, как ваш, возникает, да, спортивный проект на национальном телеканале, потому что спорт в целом немножко уходит из нашей жизни. Мы теряем новости спорта, мы не так часто обсуждаем. Вот всем очень хочется почему-то зрады и политики, и смотреть вот все эту чушь, эту много этой чуши. Или нет, или не чуши, или того полезного чего-нибудь смотреть. Но, к сожалению, иногда этого больше, а хоккея и доброго, и культуры вот как-то немножко меньше. Поэтому вам спасибо, что вы такое сделали. Вам спасибо за участие в нашем интервью. У нас был в гостях Георгий Зубко, глава организационного комитета чемпионата мира по хоккею, который уже через неделю стартует в Киеве. Спасибо большое. Браво вам, спасибо.